на смерть и на смерть последний бой этого мира а насчет сабурова наверное какие-то сходства есть все-таки надо как-нибудь выйти и сказать добрый вечер благо в первый раз жизни я уместен к какому либо тик-ток тренду мы подарим от лица не просто продаж на два билета на наш концерт не просто оркестра первый независимый оркестр в казахстане исполняющий музыку из ваших любимых фильмов сериалов мультфильмов и даже аниме властелин колец звездные войны игра престолов гарри поттер и еще более 30 тематик звучали на концертах не просто оркестра а руководит всем талантливейший дирижер мадзияр той болда мадзияр у кого и как появилась идея создать такой оркестр необычный в целом это идея которая путешествует с нами с нашего детства вот это конечно не было сразу оформлена в идею создания оркестра я сам заканчивал детскую музыкальную школу для одаренных детей и мне колледж байсейтова музыкантом шести лет точнее собирался им становиться вот после мы поступили в консерваторию на отделение оперно-симоническое дирижирование и тогда я смог найти единомышленников с которыми мы решили играть музыку которую любим которую ценим который от которых фанатеем балдеем и вот у нас пришла идея создать свой оркестр это был впервые первое время очень такой шаг который держится только на чистом энтузиазме только на фанатизме такое казалось нам практически невозможным это было большое ребячество в которое я так вижу сейчас переросло в нечто большее и стала этому основной деятельностью нашей жизни целом каждого члена нашей команды не просто оркестра а сейчас это бизнес или творчество сейчас это то дело который нас кормит помогает нам существовать в целом и в целом мы очень благодарны и судьбе и всем тем обстоятельствам которые случились с нами за то что мы можем заниматься тем чем хотим что тем чем любим и в то же время может быть иметь доход с это может быть в этом секрет вашего успеха в этом определенно есть какой-то секрет успеха потому что так фанатично заниматься тем чем ты не любишь невозможно вот потому что команда не спит не не есть иногда и целыми сутками они просыпаются думают они просто продакшене и засыпают думают не просто я уверен что им даже снятся сны про наши концерты определенный факт когда состоялся ваш первый концерт наш первый концерт состоялся 17 ноября 2017 года вот мы поставили два концерта практически подряд 17 числа и 19 числа вот это были наши дебютные концерты в концертном зале казах концерт раньше он так назывался это такое историческое здание для в целом для нашего города маленький зал с хорошей акустикой к слову мы недавно презентовали наш новый проект именно в этом зале мы могли бы ставить и в других новых более современных может быть концертных залах но мы решили дать дань вот этому первому нашему концерту и презентовали наш новый проект именно в этом зале а сколько тогда пришло человек казах концерт вмещает себя около 450 человек вот и первый наш концерт и второй соответственно через день вот он оба они были прошли с аншлагом я думаю с успехом были большие хорошие отзывы от зрителей что действительно дал нам такую веру в себя мы поверили наше дело мы поняли что это может быть не только хобби не только наш фанатизм не только оголтелая любовь к нашему делу а вот действительно это ценность которую мы не смогли выдать она интересна не только нам а и большинство людям которые пришли на наш концерт а сейчас вы сколько человек примерно собираете сейчас среднем наши концерты проходят во дворце республики и посадочных мест около двух с половиной тысяч я думаю мы каждый год практически удваиваем некоторые года даже плава утраивали нашу публику это видно по нашей инстаграм странице и по площадкам которые мы даем вот ближайшее время мы планируем дать концерт и отпраздновать свое пятилетие 27 ноября дай бог о моторе не вы ожидаете чтобы солдал первый же концерт у нас конечно же был опыт ставить концерты без этого не никак в рамках консерватории я был дирижером симфонического оркестра студенческого симфонического оркестра в рамках консерватории мы поставили неоднократно такого рода концерты и все они прошли с большим успехом удалось нам провести некую лабораторию обучиться получить все вот фундаментальные наши знания умения в рамках наших учебных вузов .那麼 рыджет классик конечно обязательно в первую очередь я опера нашли дирижера который был заточен на то чтобы держать классическими произведения как вообще выбирает система для концерта это любимое произведение музыкантов или все-таки учитывается мнение зрителей конечно это в первую очередь произведения которое мы сперва любим первые концерты которые мы играли ですね коллекции игра престолов но игра престолов наверно это самые самые знаменитые сериалы современности который до сих пор держит планку круче выше сильнее мощнее и еще не голливуд ну в целом никакой такой тв-проект еще не видел вот ну и властелин колец это любовь просто моего детства я обожаю этот эту трилогию петра джексона я читал все книжки читал 7 миллиона читал предыстории другие книжки этот кинофильм я каждого вы все знаете она идет каждый фильм идет около трех с половиной часов наверное каждую из них я посмотрел более сотни раз просто я заучивал темы этом арагарна или господи как же его звали вот фанат сейчас определиться теоден роханский господи его на смерти на смерть последний бой этого мира на смерть на смерть я помню дома сам ходил бегал кричал или как говорил этот арагарн наверное наступит день когда треснут в четыре и мы разобьем все узы дружбы но этот день не сегодня сегодня мы сразимся и я вот так вот бегал по может быть в комнате дома потом я рос еще в интернате мы там смотрели общиком это было просто неимоверная любовь детства я всегда хотел услышать эту музыку в живую но мы подросли оказывается мечты сбываются и у нас получилось до первый концерт именно с этой музыкой от которой я просто фанател и вот каждый кусок с музыкантами так было легко общаться вдохновлять их я и прям горю на смерть и они все таки сразу сыграем как надо вот такие вот моменты сейчас сейчас мы конечно стали чуть больше мы должны не только на смерть людей прислушиваться к людям которые смотрят новые фильмы новые телесериалы новые течения плывут вот целом вот если мы слышим что вот например с атакой титанов была такая ситуация я никогда не смотрел но один из членов нашей команды сказал вот есть такое аниме она сейчас набирает популярность она крутое давайте сыграем одну песню из этого этого ну хорошо давай послушай песню окей мы и сыграли как анонсом но я к этому моменту еще не смотрел но после когда у нас мы сыграли аниме наруто чем фанатами я тоже являюсь большим просто с детства я пошел посмотрел этот аниме я не влюбился в это аниме я просто был в шоке какая-то сильная метафора с нашим нынешним миром с нашей реальностью ситуации которые вообще происходят в мире вот политика вопросы связанные с войной с нацизмом и прочее это очень сильные очень глубокие темы которые имеют олицетворение в этом мире ныне и это конечно не могло не тронуть это просто большие аллегории которые мы должны знать чувствовать и понимать что прожил главный герой почему он так думает что он имел ввиду автор этого него и какие уроки за это истечь чтобы не повторять не дай бог повторять вот эти ошибки которые были там в этом аниме чтобы они никак не перей шли границы не пришли не привели к тому же в нашем мире и все это магическим способом передать с помощью музыки это обязательно я думаю концерт человек уже посмотрел аниме он знает сюжет он знает это но в первый план выходит сюжетная линия актеры и прочее музыку он слышит а вот на наших концертах мы постараемся вывести музыку обязательно на первый план они слышат ее по-новому мы делаем ее мощнее если это необходимо во многих вещах это у нас очень сильно удается я думаю некоторые оранжевки которые делают наш production они лучше чем в оригинале вот если в оригинале там в наруто было сырано пятью шестью людьми у нас сидит целый симфонический оркестр с хором вот вот эти оранжевки они звучат богаче лучше и так далее я думаю это касается процентов 60 произведений за которые мы брались вот это конечно не касается произведений таких именитых композиторов как джон уильямс быть может иногда ханса цемеровские произведения которые написал именно для симфонического оркестра вот который в основе которой классики которые пишут для полностью полного состава симфонического оркестра там мы ничего не добавляем ничего не изменяем это именно перо самого композитора а вот новые вещи современные аниме музыку музыку песен и прочее мы пытаемся еще более обогатить ведь симфонический оркестр это инструмент из множества инструментов который оттачивался годами в ней есть палитра всех звуков можно любые эмоции передать и как это говорят любой бомбай мы не вас донесем через с помощью этого инструмента на самом деле иногда когда слушаешь исполнение оркестра прям наворачиваются слезы прям переживаешь как будто заново пересмотрел аниме за эти два часа первые концерты были такие же как сейчас или что-то уже поменялось в общем концепция остается тоже симфонический оркестр конечно с годами мы стали технически лучше в первых концертах мы исполняли это маленьких залах подзвучивание оркестра страдала звуковая часть может быть не было той на том уровне который сейчас сейчас мы с каждым концертом мы не стоим на месте с каждым концертом мы улучшаем звук мы покупаем каждый раз каждого концерта новое оборудование новые микрофоны у нас есть весь парк микрофонов для симфонического оркестра вот сейчас мы закупаем специально для нас пульт а вот этот большой мишеный пульт который соединяет все эти микрофоны в себя это очень дорогого удовольствия на самом деле я не знаю есть ли у нас оркестры которые такое имеют в своем собственном владении я думаю раз может быть пару оркестров только имеет обычно это все государственные оркестры в целом наверное наш оркестр один-единственный который появился благодаря вот чисто на сбор билетов с продаж вот мы существуем с этого сейчас есть аналоги наших оркестров мы нашего оркестре я это вижу это очень классно конкуренция это прекрасно я считаю что это круто пусть они добиваются успеха это нас в том числе тоже мотивирует насчет технических моментов сейчас у нас новый световой инженер вот наши концерт последние концерты если люди я надеюсь заметили по по свету стало гораздо богаче ярче вот и мы пытаемся иногда менять расстановку оркестра чтобы вот в последние концерты прошли по великолепному веку мы поставили оркестр лицом к зрителям полностью они все еще практически 80 процентов музыкантов играли стоя вот за исключением некоторых медных духовых но они сидели в паузах только и виолончели просто физически невозможно играть на этих инструмент от стоя вот вот такие новшества вводится я думаю в целом как говорят совершенство не знает границ так что мы всегда ищем статуса к в искусстве не бывает как только ты считаешь что ты все все всего добился это все это откат это деградация нужно все время развиваться все время искать что-то новое и быть лучше и лучше чем мы были сегодня или вчера в каких городах и странах уже выступил оркестр в каких городах и странах звучит очень заманчиво вы знаете есть такая страна называется она казахстан и она очень огромна в ней много городов и наша территория бескрайней большая и с одного города добраться другого города это очень сложно вот а если у тебя коллектив 100 человек которых надо вести перелет организовать чтобы они потом жили дали в этом городе соответствующий концерт это очень и очень сложно инструменты еще инструменты некоторые инструменты вот на поезде не поедешь это раз это очень сложно потом это занимает ведь три сутки туда три сутки обратно это сколько и все это нужно из-за одного концерта понимаете какая себестоимость должна быть билетов чтобы это все купить более того например мы летаем в астану велончелиста садим на одно кресло в самолете а его велончели на другое кресло в самолете понимаете и от таких моментов очень много и очень много инструментов которые не вас нельзя просто повезти вот и в целом из-за этого организация других городах очень сложно из-за этого к сожалению карта наших концертов не так обширно данный момент мы ставили концерт в алмате в астане шимкенте пешкеке в караганде и их все кажется вот к сожалению все но вот мы сейчас думаем над тем как расширить я думаю это летний период мы сможем это воплотить жизнь вот потому что более-менее музыканты будут свободны я думаю мы сядем в какой-нибудь подходящие для нас транспортное средство и поедем на месяц полтора давать концерт это очень да это очень сложно если бы мы жили в европе где с одного города до другого города до 50 километров и ты в другом городе самое главное густо населенным вот это было бы гораздо легче у нас не так какие города хотели бы в первую очередь поехать я думаю нас ждет отрау нас ждет ахтау вот в тех городах мы совсем не были в целом мы получаем письма со всех городов мы получаем письма даже с российских городов получаем письма с ташкента получаем письма с бишкека потому что они уже так сказать нас распробовали вот и знают как это но мы не можем в данный момент участить количество концертов такая вот ситуация ну еще как я знаю ваши фанаты иногда прилетают и приезжают в города где вы проводите огромное количество это прям воодушевляет нас мы говорит мы проехали 300 километров чтобы увидеть вас и сейчас едем обратно но это стоило того и вот таких сообщений огромное количество или в тот раз мы давали в шимкенте концерт получается салматы кажется они не успели на одну программу они приехали в шумкент за наши программы вот посмотрите в шумкенте и оказывается мы расселились в одной и том же в той же гостинице и пока весь оркестр все-таки в пижамах ходят все кушают и даже не всякости снимают их а это же они это не просто оркестры и далее это прикольно я говорю видите вам теперь даже покушать нормально нельзя одевайтесь красиво и это то видите себя достойно это так по шучу а так у нас люди очень культурный в оркестре они фанаты своего дела очень красивые все очень умелые большие специалисты своего дела и очень интеллигент вы сами занимаетесь организационными вопросами или за это отвечают другие люди нашей команде много людей с каждым годом и растем вот на основных нас пять человек вот и есть может быть даже более важный человек чем я зовут ее моя жена это моя супруга и зовут мольдер она отвечает за организационные моменты весь менеджмент по ведению инстаграма вот как это называется маркетинг вот ее поле ответственности и поле ее ответственности ее подопечных вот вот так вот мы поделили а зону ответственности нашего детище получилось что вы супруга начали свой бизнес я запрягал всех кто был рядом до кого дотянулся и благо супруга была близко вот и когда дотянулся вот теперь все прижились к этому делу все друзья которые были с нами в консерватории у всех есть зоны компетенции зона ответственности которые они достойно ведут все эти года вот так вот супруга работает у нас и жалуется почему-то не зарплату не плачешь мольдер расскажите помимо билетов у вас как-то получается монетизировать другими способами ваше творчество на данный момент основным заработком оркеста являются наши концерты то есть продажа билетов вы не собираетесь запускать собственный мерч мерч в планах да есть потому что на самом деле эта идея у нас не была но я начала выставлять в инстаграме являюсь человек который ведет наши соцсети соцсети и идея пришла такая что знакомить нужно музыкантов и один из наших музыкантов с команды он стоял футболки не просто продакшн и тогда начали под комментарием писать что мы бы хотели тоже такие футболки приобрести и тогда мы уже поняли что люди хотят действительно приобрести эти футболки как думаете доход с популярностью увеличился однозначно да так как нас начали у нас начали просить очень много концертов и зрители хотят видеть чаще и поэтому сейчас на данный момент как мандир говорил вот столько-то концертов мы ставим месяц соответственно доход больше ваши музыканты зарабатывают больше чем остальные на рынке думаю что да так как обратно такие количество концертов например вот сейчас на данный момент у нас 23 октября прошли два концерта и 29 30 планируется еще три концерта это получается за неделю пять концертов соответственно и за короткое время оплату музыкантов больше основная ли это работа для ваших музыкантов или есть какие-то побочный проект может быть у большей части музыкантов конечно на самом деле творческие люди они не могут на одном месте работы да это вот естественно да у музыкантов есть другие места работы где они также играют но большая часть основная команда они только работают у нас только с нами и с этого года до продакшн взял на себя такую большую ответственность поэтому вот наша команда наши основные работают только у нас и только с утра до вечера мы только и делаю что думаю в наших проектах порой бывает ребята вот приходят на работу в 9-10 утра и иногда бывает три-четыре часа ночи заканчивается рабочий день а инструменты приобретаются за счет организаторов или спонсоры есть нет у нас нет спонсоров до этого времени мы никому ничего не писали так как мы хотим быть все таки свободным как мы себя называем независимый оркестр у нас был один опыт когда до нам помогли но творческому человеку очень сложно работать каких-то рамках и когда начинают до загонять в эти рамки человек начинает себя чувствовать неудобно какие вложения вам потребовались для того чтобы провести свой первый концерт 2017 году бюджет был просто ну никакой мы у нас команде было изначально опять шесть человек и вот прямом смысле дирижер сказал у кого сколько есть чтобы поставить и мы да и потом мы возвращали после концерта это у нас очень на самом деле первый концерт он был очень волнительный и насчет заработка мы вообще не думали это был маленький зал большой состав там было больше 120 музыкантов и зал был маленький на 450 месяц и да было сложно думать о каком-нибудь заработке изначально но тем не менее было хорошо так как мы уже открыли второй концерт первый был sold out потом второй концерт тот же день и после чего мы через 12 дней повторили эту же программу и все еще был sold out да причем очень странно был тот момент этикетон вот с которым мы первый раз начали сотрудничать тогда менеджер сказал может вы задумаетесь у вас осталось всего лишь по моему по моему перед тем когда мы вообще начать начали думать насчет повторы оставив 12 дней они сказали ребята у вас очень мало времени ну по нынешним я статистике я просто знаю что скорее всего так не будет подумаете но тем не менее еще зал был больше то есть третий концерт мы поставили на 870 мест и за то время точно 2017 году это было достаточно хорошо а можно ли оркестр позвать на торжество да конечно мы выступаем но вообще не афишируем это в инстаграме так как в основном наше внимание это на выступление на нашем до инстаграме но зовут часто на той мы выступали один раз это это было такой знаете не той а больше формат был как концертный формат концертная часть свадебного торжества после тот один раз было все остальное это либо открытие или приглашать например последний раз мега исправлялась в день рождения 16 лет и мы были одни единственные гости которые ставили концерт приглашают и мы выступаем сколько это будет стоить позвать оркестр я сумму точно не хочу называть потому что до время меняется каждый раз но наша сумма она очень приземленная на то количество людей и которые ну качество которое мы предоставляем потому что это не просто там включить колонки минусовку и исполнить да у нас с нами работает даже на таким мероприятием работает целая команда и зависит это от того сколько количество человек зовут обычно полный состав нет потому что 120 человек на мероприятие да обычно зовут 25 человек что оптимально и вот от этого исходит сумма и обговаривается время выступления все это зависит вы сможем работать вместе тяжело ли это или в этом есть какие-то свои плюсы на самом деле я думаю легко потому что здесь ты не можешь ссориться поссорились то получается проект на данный момент какой-то какая-то часть встает просто и не идет поэтому минимальные ну конфликты и работаем и очень такой момент даже если мы работаем вместе мы видимся очень мало в день иногда бывает полчаса это утреннее время когда я его кормлю завтраком дальше у него график идет просто сам по себе у вас принципиально разные обязанности ну наверное у вас еще недавно появилась малышка а как вы вот справляетесь с таким колоссальным объемом работы и еще одновременно успеваете ухаживать за ребенком на самом деле ребенок да это большая большая ответственность и к этому ты не будешь готов никогда так пока не появится ребенок кто-то хочет например что сразу появилась мы же понимали что сейчас у нас такой темп жизни что я не смогу достаточно хорошо уделять время ребенку и вот через три года мы так сказали и так получилось что через три года после свадьбы ребенок да вот появился и честно скажу да сложно так как надо следить за безопасностью ребенка надо кормить правильно чтобы достаточно все было хорошо есть какие-то кружки на которые надо вводить ребенка хоть и он маленький да как раз таки в это время много энергии но другая сторона я заметила что как бы это не было сложно до совмещать это мотивация большая потому что если раньше я какое-то дело могла закончить за полдня и ты от раскладу распишешь свой план сейчас же ты вместе с ребенком пытаешься закончить это все за два часа и каким-то удивительным образом это все заканчивается за два часа то что ну невозможно было наверно то мотивация вот ребенок не может жить и беги на гастроли вы вместе ездить с ребенком имейте виду чаще всего да но в астану потому что в остальные у меня есть моя родная сестренка которая мне может помочь но бывали случаи когда я с ней отрабатывала концерт у нас был такой случай когда новый зритель приходит он не видит не знает формат изначально и стандартный оркестр он отличается от звучания нашего то есть у нас все происходит то есть работает звукоператор который выводит звуки на как через колонки и когда человек он приходит он думает что это будет звучание классического оркестра и один момент девушка приходит за кулисами мне говорит почему это так происходит я я не хочу такое слушать и так далее ну то есть это первый раз такое было у вас нет второй раз да вот за всю историю 5 лет до и в этот момент когда уже почти концерт начался ребенок хочет спать и она начинает прям вот ну плохо себя вести плакать и с этой стороны стоит зритель которого надо надо было уделить внимание объяснить как это все происходит на самом деле да ну да получилось у меня и ты туда и сюда время и потом девушка писала мне в нам ватсапе извините пожалуйста я не знала что это такой формат начало началась первой композиции она услышала по другому что это не так как она хотела точнее не так как она ожидала это по-другому то есть другой формат концертов и в конце уже когда закончился концерт она мне прям уже лично вот такой вот написала благодарности поэтому что у меня спокойно стало на душе потому что каждый зритель довольны это для нас самое важное а вам модель легко работать с супругой в целом очень сложный вопрос вы наверняка его задали мои супруги надо посмотреть на ее ответ и заходя из этого ответа ответить вам также в целом я обожаю свою супругу я ее люблю ценю уважаю это мало того что очень светлый добрый хороший человек еще и этот человек очень ответственный амбициозен компетентен и всегда наши идеи приходят к одному и мы всегда стараемся делать общее дело прикладывая усилия с разных сторон с тех сторон где каждый из нас компетентен и может принести больше и лучше но она же вас поддерживает не только морально но и профессионально она же тоже имеет музыкальное образование правильно все верно она заканчивала также музыкальную школу и консерваторию она поет она солистка наших концертов это конечно мы дирижеры проводят репетиции подготавливаются концерту музыкант должен хорошо играть хорошо знать текст правильно его играть и конечно же каждое произведение которое мы исполняем имеет какую-то общую цельную структуру одну мысль которая звучит на протяжении всего произведения или может быть его концерта общую концепцию вот вот это основная задача выстраивание общей концепции задачи которая ложится на дирижера ну и конечно дирижер должен вдохновлять музыкантов на то чтобы играть ведь пустые ноты это не отражение наших чувств должен заинтересовать произведением дирижер рассказывает что это как почему для чего и приводит такие примеры метафоры для того чтобы воодушевить музыканты чтобы отдал всю свою эмоциональную состояние передал через вот эту музыку через свой инструмент а вообще насколько реально что оркестр сыграет например какую композицию без вас вообще возможно ли чтобы оркестр сыгрался без дирижера и так абсолютно возможно даже быть в истории такое есть но есть такая ситуация если дирижером можно сделать концерт за четыре репетиции то без дирижера этот процесс может затянуться ансамбль это не тот случай когда все играют вместе не только вместе нужно собрать всю их общий мыслительный процесс одну идею сквозь произведение вот это самое важное ошибаются ли музыканты во время выступления мы все люди мы все ошибаемся и дирижеры и музыканты и все кто бывают причастны концерту конечно ошибаются такое случается редко это явление нечастая но человеческий фактор есть он присутствует его никуда не деть мы живые люди ругаете их бывает бывает без этого никак мои люди спыльчивые эмоциональные происходит много чего какие на сцене так и за сценой вот так что все в рамках плечи я надеюсь жизнь кипит мы где вы берете такую жизненную энергию постоянно развиваться заниматься творчеством привносить что-то новое вот мир насчет привносить что-то в новое в мире это наверно громко сказано но в целом мы черпаем энергию внутри себя заражаем этой энергии других потом подзаражаемся от них же и вот этот процесс с энергии между людьми он происходит и подпитывает нас в общем весь коллектив и это особенно видно когда у нас что-то действительно получается удалось произведение сыграть вот так как мы задумывали получилось нам понравилось каждому нравится по-своему но вот бывает понравилось и все таки да получилось и кайф и вот в этот момент чувствуется что они хотят еще и больше и вот это ощущение они ждут это ощущение они охотятся за этим ощущением чем помимо музыки занимаетесь если у вас другие ходят в данный момент к сожалению вот последние полгода я все забросил и занимаетесь только продачном но бывает люблю выходить на природу и настольный теннис ухты спортом занимаетесь в последние полгода нет ходил на бокс и тренажерный зал это был обязательный систематичный акт но к сожалению сейчас слишком плотный график а правда ли что вы вегетарианец все верно я уже лет восемь наверно не мясо а почему отказать прочитал много разной литературы проверил про экспериментировал и мне понравилось чувствуете ли себя лучше после отказа от мяса я чувствую себя легче и разум светлее думаю что есть вот такой вот вот такие параллели между вегетарианством и таким состоянием ума вот такой интересный факт что вас часто сравнивают в комментариях с нурланом сабуровым а иногда даже с карлайлом калином из сумерек как думаете на кого вы больше похожи который отец да отец был светленький а насчет сабурова наверное какие-то сходства есть все-таки надо как-нибудь выйти сказать добрый вечер как вы собирали коллектив вас сейчас стало больше верно нас целом то же количество симфонического оркестра около 65 человек в зависимости от программы конечно меняется все бывает программу где играет около 50 человек оркестра и там 40 человек хора бывают программы где 65 человек оркестра и более 60 человек хора все было было практически более 150 180 человек на сцене и такое тоже было за один концерт но большинство людей которые сейчас нами есть это те же самые люди которые с нами начинали вот меняется иногда неизбежно в жизни идет у разных людей разные работы разные дела приоритеты меняются и прочее прочее но в целом основной костер мы пытаемся держать и они тоже я думаю ценят свое место наши коллективы думаю сейчас очень многие хотят мечтают даже попасть в ваш волшебный оркестр а у вас есть какие-то критерии например образование для музыкатов которые хотят попасть к вам это очень приятно что людей которые хотят нам оркестра становится больше да они должны быть у нас есть не то что критерии мы проводим прослушивание обязательно чтобы человек мог влиться в коллектив все произведения которые мы играем они не просты они очень сложные некоторые программы прям действительно требует большого внимания я бы сказал что они в целом по миру имеют сложности исполнения вот эти произведения некоторые бывают попроще программы вот ну все меняется все проходит по-разному но мы устраиваем прослушивание отбираем на составы и так что я думаю у всех есть шансы иметь образование я думаю это очень желательно потому что не сыграет человек без большого образования те произведения те партии которые у нас есть вот не зря люди которые нас сидят коллективе они буквально там лет двадцать просто учились вот там начиная с пяти лет на скрипке заканчивая там двенадцатилетнее образование раз потом шестилетнее обучение в консерватории и прочее прочее какой ваш самый взрослый участник оркестра сколько ему лет ох я не не ходил не почитывал есть у нас несколько людей которым больше сорока я думаю вот может не тоже понимают те произведения которые играют я думаю да они они заряжаются молодостью у нас коллективе можно и так сказать нет там есть действительно мэтры большие профессионалы и большие авторитеты вот тех инструментов которые на которых они исполняют и которые ведут за собой всю группу а самый молодой участник самый молодые наверно варьируется там вот около 20 лет 18 может есть бывает были ребята которые пели в хоре там и 16 17 было но еще и были моменты когда у нас солировали маленькие дети был возраст и 12 лет и было вот если не ошибаюсь девочка которая пела с нами песню из мультфильма холодное сердце там три девочки поют маленькую анну побольше постарше одну и взрослую анну и вот самый маленький есть не ошибаюсь было пять лет сейчас в тик токе ребята запустили тренд и они рисуют скрипичный ключ по памяти сможете нам его нарисовать в школьное время мы рисовали его каждый день и не по одному что не по одной штучке по сотне штучек вот сейчас благо есть да действительно компьютерной технологии все заполняют но иногда приходится рисовать я все еще учусь и бывает тоже хожу чтобы себе что-нибудь нарисовать и написать с чего начинается подготовка к концерту так это долгий долгий процесс конечно все началось с идеей как говорит ник фьюри в одном фильме была идея вот мы обдумываем новые произведения новую тематику концерты которую хотели бы исполнить которую хотят наверняка услышать наши зрители позже идет сортировка материала это возможно исполнить это невозможно исполнить это подходит вот это хорошо вот это плохо и после такой сортировки идет непосредственно работа над оранжевками вы их сами подбираете да мы сами пишем да у нас команде специальные люди специальные обученные люди которые пишут эту музыку оркеструют ее для оркестра и аранжуют и это я думаю занимает смотря от сложности программы бывает в сжатые сроки мы написали там одну программу за месяц бывало что мы писали там программу если не ошибаюсь на руту и аватара около почти года и и готовили вот да потому что это было время раз были не такие сжатые сроки была эта пандемия в целом там было обширно нужно было долго посидеть чтобы это прям сделать так как нужно с какими трудностями сталкивались во время подготовки подготовки ох с какими нетрудностями вот и нету про простых дней на самом деле не бывает ребята часто ругаются вот почему мы не переименуемся у нас не просто оркестр все через не просто проходит говорят вот надо назвать наш оркестр легко оркестр непринуждённый оркестр я не знаю что типа такого вот сложности есть в каждом аспекте и бывает выбор программы с локацией бывает сложности очень много когда есть вот такой вот финальный продукт в виде концерта у которого очень много составных частей это люди это музыканты это инструменты это локация где проходит это даты самих концертов и это прям сотни 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 обстоятельств как узкое горлышко должно совпасть чтобы прям линейка попасть в этот концерт чтобы и его поставить иногда конечно удречает такой момент вот мы поставили например на новую программу или поставили в целом какую-то программу и через вот в этот же день пишут а вы можете пожалуйста еще раз поставить как его я не успела не это очень классно что они просят еще но столько труда положено чтобы именно в этот день нам сделать именно вот это самое в целом люди в большинстве к самим конечно это все понимают когда они приходят на концерт не понимают что такие вещи залпом легко не делаются все люди любят когда вот есть какая-то сложность которая щеплена которая прям из разжевана может быть где-то раздута и потом рассказали и я ее победили жизнеутверждающие да это есть но мы сейчас уже ко всему относимся несколько даже по-философски это все задачи которые решаемые вот грит все горит чего бы не делать так мы все садимся так вот это нужно вот так сделать вот это вот так сделать людей надо там покормить у нас смена даты по такой-то такой-то причине вот невозможно просто хорошо мы должны будем людям объяснить будут конечно люди ругаться потому что они все-таки выстраивать свой график и прочее прочее но жизненные обстоятельства требует вот таких вот задач и мы подстраиваемся меняем каждую ситуацию и находим выходы ведь человек который хочет чего-то добиться пытается что-то сделать дойти до конечного результата он делает это вопреки я не благодаря это важно как часто у вас получается проводить концерты в последнее время всю команду мы сконцентрировали освободили от всех лишних работ мы постарались нанять дополнительных людей которые забирали там другие какие-то побочные второстепенные задачи чтобы вот это ядро работала как а часики вот и это позволило нам делать наши концерты чаще вот и сейчас последнее время прям вообще против происходит у нас бум вот мы позавчера дали концерты по великолепным веку на этой неделе у нас новые две программы совсем другие программы но не совсем новые но не те которые прошли в прошлой неделе другие программы которые мы поставим и в целом в месяц мы ставим даем около 8-10 концертов да в целом темп прям темп прям большого стола очень хорошо это радует и самое главное находится зритель это прям прекрасно значит мы трудимся не зря сколько большой зал а вы сможете собрать как халкарену возможно собрать мы хотим собрать алматы арену вот как я и говорил ранее вот это я думаю около 8-10 тысяч зрителей не вот если это получится это будет наш юбилей мы будем стараться над этим почему другие собирают почему мы не должны собрать вот там у нас публика приходит на одного человека у нас много вот так что у нас преимущество в этом плане в количестве к по крайней мере точно и я думаю если сравнивать с эстрадными звездами которые ну в основном вот у нас говорят нету шоу-бизнеса есть той бизнес вот и соответственно в той бизнесе мы при все прекрасно знаем какое качество в принципе не выдают и прочее прочее вот у нас такого нет у нас мы выходцы из академической музыки мы знаем что такое кропотливый труд мы знаем что такое качество мы знаем как это подать мы даже знаем как эстрадные вещи исполнять так чтобы это было бы как минимум как в оригинале или лучше вот так что я думаю в этом плане мы многим дадим фору и его материне мы должны будем собрать и сделать то что мы делаем а легче ставить концерт в маленьком зале или в большом зале как-то влияет на акустику в маленьких залах мы не можем ставить концерты потому что это не окупается если за здесь идет что 100 человек он нас на сцене будет 100 человек вот это должно быть равносильно по составляющей стоимости билетный вот так что нам дворец республики с его двумя с половиной тысячами зрителей вполне подходит вот таких залов у нас в стране в целом немного это вот там дворец республики в астане и центральный концертный зал казахстан вот и все таких классных акустических залов не акустических концернах залов с такой с таким количеством посадочных мест очень мало сейчас вы продвигаете оркестр с помощью социальных сетей медиа еще занялись своим личным брендом все верно мы конечно в современную эпоху мы должны рассказывать о себе через соцсети вот но последние полгода я почувствовал потребность от наших зрителей что им хочется узнать про нас еще больше еще дотошнее вот эту просветительскую деятельность которую мы видим со сцены когда мы рассказываем про инструменты что новым и привносим мы очень часто привносим в наши оранжевки наши народные этнические национальные инструменты и прочие фрагменты прочий пласт информации которые есть в купе на концерте они могут не успеть все это получить я заметил такую потребность у людей чтобы я должен это рассказывать не только на концерте но и со своей страницы вот и в последние полгода я пригласил к нам в команду специалиста по личному бренду который помогает нам эту нашу деятельность развивать когда вы начали активно вести блог мадиар с мадиаром и начали работать два с половиной месяца назад тогда у него было фактически 600 подписчиков на текущий момент у него 6000 чем-то то есть это увеличение на 10 раз а то же самое касаемо stories of смотр посмотра истории были где-то 400 возможно сейчас смотрит где-то 2500 человек то есть увеличение большое это за два с половиной месяца впечатляюще легко ли с ним работать а на самом деле легко почему потому что он творческий человек изначально когда мы начали работать с мадиаром мы с ним договорились что я отвечаю больше за оргчасти за работу за продвижение а он за творчество Работать с ним комфортно. Почему? Потому что я могу точно уверенно сказать, что это тот человек, который выполняет все в сроке. Наверное, это и есть то самое качество, которое помогает ему достигать больших высот, потому что он не только творческий, он и дисциплинированный. Он все делает в сроке. Как вы знаете, наверное, многие, кто занимается маркетингом, очень важно выполнять все системно. К счастью, у Мадиара с этим не бывает, он никогда не сорвает сроки, поэтому очень комфортно работать. И у нас большая энергия идет между собой, поэтому все проекты тут успешны. А как вы с ним познакомились? На самом деле Мадиар является моим братом, троюродным братом. И когда он ко мне пришел, это было фактически в августе месяце, он сказал, что он хочет развивать свой личный бренд. Хотя ранее, до этого я ему говорила, что ему надо развивать свой личный бренд, потому что уже время. Проект настолько популярный, что все о нем знают, а про него фактически мало информации. Статей, публикаций было очень мало на самом деле. И на текущий момент мы над этим работаем, мы активно ведем свой инстаграм аккаунт, скоро запускаемся в тиктоке, до стола в будущем будем заходить в ютуб, и также будем делать продвижение его оффлайн. И могу так, как с пользой сказать, что в будущем мы планируем его собственный продукт, который мы будем совместно с ним запускать. Классно. Для привлечения зрителей сейчас какой инструмент лучше работает? Сарафанное радио или же все-таки посты в социальных сетях? На самом деле социальные сети это мощнейший инструмент для привлечения аудитории. Почему? Потому что сейчас людям интересно именно кто стоит за брендом, кем он является, какие у него ценности. И Мадзиару в день, наверное, приходит около 100 сообщений, не буду брать, в директе, в комментариях. Они хотят с ним общаться, он сам лично отвечает. И это такой идет большой коннект. Поэтому социальные сети это не просто метод продвижения, но при этом метод коммуникации, потому что ты имеешь прямой контакт со своей целевой аудиторией. Поэтому, я думаю, сильнее работать больше, наверное, социальные сети. Как бы вы описали Мадзиара? Он строгий, понимающий или вообще какой? Наверное, первое, это то, что он перфекционист. Он любит, чтобы все было в сроке, качественно, красиво. Наверное, поэтому мы все замечаем, что все концерты не просто оркестра проходят на высшем уровне, потому что он просто не позволяет себе делать некачественный продукт, что касаемо контентной части. Второе, он просто невероятно талантливый человек. Он играет на дамбре, на фортепиано, также в других инструментах. И каждый раз, раскрывая его потенциал и личность, я все больше удивляюсь и вдохновляюсь им. Ну и третье качество, на самом деле, Мадзиар очень интеллигентный, очень добрый. Он всегда дает место творчеству, потому что все равно личный бренд, прокачка – это работа с индивидуальностью, поэтому он это знает и всегда дает свободу выбора при реализации моих интересных крутых идей. Оркестру в этом году исполняется пять лет. Давайте посчитаем, сколько тематик вам удалось затронуть за все это время. Давайте. Так, сколько мы сыграли? «Властелин колец», «Игра престолов», «Звездные войны», «Марвел», «DC», мультики «Dreamworks», мультфильмы из Disney, «Атака титанов», «Наруто», «Аватар», «Великолепный век», что еще мог забыть. Много фильмов сборная «Солянка» называется, но там играли и «Терминатор», и… так, что еще было? «Миссия невыполнимая», и «Грейтест Хитс», «Грейтест Шоумен», «Ла-Ла Лэнд», «Интерстеллар». В общем, больше, больше около 30, может быть, тематик разных фильмов, кинофильмов мы сыграли. А сколько всего концертов было за пять лет? Мы точное количество не считали. Вот, может быть, год назад подсчитывали, было около 50, и сейчас, я думаю, перевалило к отметке 70-80, может быть, 100. Надо сесть посчитать. Ваш любимый репертуар? Музыка Джона Уильямса для меня является эталонной. Вот большинство вещей, которое вышло из его пера, я обожаю. На какие темы вы еще планируете проводить концерты? Ох, у нас в команде чуть ли не драка идет, что должно быть следующим. Вот. В целом программ очень много. Музыки, которую мы можем исполнить, огромное количество. Это прям неиссякаемый пласт библиотек, которые нужно исполнять, исполнять. Фанаты на все это найдутся, слушатели тем более. А как тянете жребий тогда? По возможности это смотрится на график концертов, на сложность против того, к чему мы можем быстрее приступить и что мы можем быстрее исполнить. И, конечно, параллельно ведутся дела на такие произведения, которые мы бы, может быть, сейчас это не совсем актуально, но вот скоро-скоро должно стать. И такое бывает. И мы хотим в целом затронуть все возраста, все интересы. Это касается и наших родителей, это касается и советской музыки, это касается и эстрадной музыки, это касается и рок-музыки, и аниме-музыки у нас тоже в целом уже сейчас немало, киномузыки, соответственно. Много жанров, которые мы себя хотим попробовать и проявить. Собираетесь ли вы как-то дополнять свои концерты какими-то активити, косплеерами, может быть, какими-то невероятными ивентами? В этом плане мы развиваемся, что-то из этого мы даже сделали, косплееры у нас есть, были и будут. Не на все программы косплей возможно сделать, я думаю, на великолепный век очень сложно сделать, хотя даже здесь мы очень постарались. Наша солистка сидит в костюме Хюрем Султан, а дудукист, ну он просто вылитый Султан Зулейман со своей бородой вот такой красивый сидит. Вот. В других программах, где мы играем музыку из игр, играли тематику доты, вот я думаю, популярная игра, и оттуда были косплееры. Мортал Комбаты были косплееры, из Гарри Поттера были косплееры. Пираты Карибского моря, тоже Джек Воробей, тоже был. Бывало, что на некоторых наших концертах выступали каскадеры. Они устраивали драки на сцене, спускались с крыши, забирали партитуры и прочее, прочее. Вот. В целом это очень интересно, это надо включать. Я думаю, алматинская публика в целом видела уже многое. Вот. Так что, чтобы быть больше, выше, круче, дальше и там подобное, нужно все время удивлять. Что для вас успех не просто оркестра? К чему вы стремитесь? Самое важное, чтобы мы так же любили свое дело. Каждый день, сегодня, завтра, через год, через два года, через пять лет. Все, конечно, будет меняться, видоизменяться, мы не будем стоять на месте. Быть может, не просто оркестр сейчас, не просто оркестр лет через пять. Это вообще два разных коллектива в своей сути, понимании, в жанрах. Быть может, все может измениться. Но самое главное, это команда, которая любит свое дело. Если это будет продолжаться, это будет перманентный постоянный успех. Вот это важно. А публика, если мы будем делать свое дело качественно, и с любовью, она всегда должна будет найтись. Это неминуемо и неизбежно. Мазиар, вы еще что-то хотели подарить нашим зрителям? Давайте запустим конкурс. Среди комментариев мы подарим от лица не просто продакшна, два билета на наш концерт и нашу фирменную футболку. Вы можете принять участие по ссылке в описании.